Привет, друзья! Я Григорий Герман. Ну что, в последнее время лента новостей таким бурным океаном, выбрасывавшая на берег тонны как ценной информации, так и информационного мусора, немного успокоилась, лишь иногда поднимаясь для того, чтобы ударить о берег современными западными танками, которые Украине передают страны НАТО, или там десяткам другим ракет, которые украинское ПВО с американской и европейской помощью все успешнее превращает в металлолом прямо в полете, или оставлением солидара. Иногда этот океан войны ломает душу и разрывает сердце трагедиями, как Днепр, который город. Но в целом очередность и высота волн заметно ниже, что, конечно же, не означает, что этот океан успокаивается. Где-то там, в его толще, под темными водами происходит передвижение толп чмобов, которыми российская оккупационная армия пытается подживить раздавленные гвардейские части. Где-то там наполняются очередные полевые склады, набирая жирок для удара хаймарсом животворящим. Где-то там создаются бригады прорыва, осваивающие Брэгли и Абрамса. Где-то еще глубже, под толще, украинский воин впервые садится за штурвал леопарда и пробует его на газ. С другой стороны, на той же глубине, где-то за Уралом, может быть, клепают какие-то эрзац-машины, призванные заменить уже сожженную в Украине гордость российского аналоговнетного танкостроения. Понятное дело, что от недремлющего ока спутниковой группировки НАТО такие вещи скрыть сложно, но может же быть такое, правда? Под этой толще океана войны, там, где силы добра и силы рашистского зла готовятся к решающей битве, есть еще один слой. Движения, в котором все чаще вырываются на поверхность. Вот словно пузыри газа, поднимающиеся от тектонических движений плит на дне океана. Это борьба за власть в зоне ближайшей к трону. Та самая борьба, которая выносит с должностей российских генералов и заносит их обратно. Та самая, в которой схлестнулись в принципиальной схватке братья по террариуму, Министерство обороны, ФСБ, ГРУ и прочие псы-государьевы, грызущие друг друга за место у трона. Эта грызня была всегда, но особый накал она приобрела, когда в привычную и уже ленивую свалку ввалилась стая дворовых псов, лающих как оркестр. Раньше федеральные российские каналы о них даже не упоминали. От военных компаний за рубежом в Кремле открещивались. Да что там, свою причастность к этим ребятам официально отрицал даже их спонсор. Но все изменилось после полномасштабного вторжения России в Украину. Секретная армия Путина, а точнее частная компания «Вагнер» вышла из тени. И хотя деятельность таких наемников самой России до сих пор вне закона, образ головорезов «Вагнера» в стране культивируют и прославляют. Штурмовые группы ЧВК «Вагнер» Новые участки на южной окраине города взяли под контроль передовые отряды ЧВК «Вагнер». Музыканты, которых знает весь мир, наводят ужас на неонацистов на артемовском направлении. Оркестр не смолкает ни днем, ни ночью. Идея создать частную армию созрела в российских властных кругах примерно в 2012 году. России требовались наемники, которых можно было использовать в военных компаниях за рубежом. По принципу «их там нет». Путин утвердил этот проект, и уже в следующем году начался набор бойцов. Их поручили курировать полковнику запаса Дмитрию Уткину с позывным «Вагнер». Отсюда и название наемников. Впервые «Вагнеровцы» засветились во время российской агрессии на Донбассе в 2014 году. Уже через год они поехали зарабатывать на войне в Сирии. Под прикрытием российской авиации наемники участвовали в атаках армии Башара Асада. В 2017 году бойцы ЧВК «Вагнера» стали появляться в Африке. С властями Судана они заключили сделку. Наемники тренируют солдат местной армии в обмен на доступ к месторождению золота и алмазов в регионе. В 2018 году трое российских журналистов отправились в Центральноафриканскую республику, чтобы расследовать там деятельность «Вагнера». Они были убиты. Ваши коллеги, насколько мне известно, приехали в Африку без всякого уведомления местных властей. Они просто не приехали даже не как журналисты, они приехали как туристы. И по имеющимся данным, на данный момент, вот на сегодняшний день, покушения совершили какие-то местные группировки. Затем войска «Вагнера» начали отправлять в Ливию. На переговорах российских и ливийских силовиков в Москве присутствовал и Евгений Пригожин. Именно Евгений Пригожин является основателем ЧВК «Вагнер». Бывший уголовник, а теперь предприниматель с миллиардным состоянием, нашел путь к сердцу Путина через желудок. Бизнесом Пригожин начал заниматься в начале 90-х. Сначала организовал в Санкт-Петербурге сеть по продаже хот-догов, позже стал управляющим сети супермаркетов, а затем открыл первый в городе элитный ресторан «Старая таможня». В конце 90-х Пригожин открыл ресторан «Теплоход», который стал популярным местом у российской политической элиты. Там ужинали президенты России и Франции, а в мае 2002 года Путин принимал там американского лидера Джорджа Буша-младшего. Свой день рождения российский президент тоже отмечал на этом судне. Кроме того, Пригожин основал компанию «Конкорд», которая стала кормить аппарат президента и Госдумы, а затем обслуживать школы, больницы, тюрьмы и армию. Все мои повара — сотрудники Федеральной службы охраны. Они люди военные, в разных званиях находятся. Других поваров у меня нет. Надо, чтобы было это ясно, понятно, и чтобы мы к этому не возвращались. Чувака Вагнер как раз входит в группу компании «Конкорд», принадлежащую Пригожину. Хотя сам Пригожин только в сентябре 2022 года нарушил обет молчания и признался, что является основателем группы наемников. В середине группировки царит жесткая дисциплина и беспрекословное подчинение. За непослушание могут отрезать палец. За попытку бегства или сдачу в плен бойцу грозит смертная казнь. Методы казни самые изощренные. Так в ноябре ЧВК публично казнило своего наемника. Завербованный зэк попал в плен ВСУ. Дал там несколько интервью журналистам, после чего вернулся в Россию в рамках обмена. Буквально сразу после этого вагнеровцы слили в сети ролик, где проламывают бывшему сослуживцу голову кувалдой. Очнулся в этом подвале, где мне сообщили, что меня будут судить. Сейчас ЧВК стало ударным подразделением на Донецком направлении. Армия Вагнера оснащена лучше, чем многие регулярные военные подразделения РФ. На вооружении у бойцов, согласно их же отчетам, стрелковое оружие и артиллерия, минометы, танки и даже авиация. Тактика боя при этом жесткая и незатейливая. Во времена штурма зэков вагнеровцев бросают в первую линию, как тех, кого не жалко. За ними стоит второй эшелон заградительной отряды, которая под угрозой расстрела не позволяет наемникам из тюрем отойти назад. И только потом могут быть профессиональные члены ЧВК, которыми дорожат. Таких, к слову, осталось не так уже и много. Сейчас основу Вагнера составляют как раз завербованные заключенные. Им предлагают подписать контракт в обмен на помилование. Правда, доживают до него единицы. По данным правозащитников, в ЧВК «Вагнер» было завербовано около 40 тысяч заключенных. Из них 30 тысяч уже убиты. Снято с учета, то есть убита, ранена, пропала, без вести пропала, попала в плен 29 543 человека. Кроме отправки зэков на фронт, Пригожин занятый активной критикой Минобороны России. Все последние месяцы он пытается представить свои штурмовые отряды как более эффективные по сравнению с регулярной армией. Поэтому бравурно отрапортовал, что взятием Солидара занимался только Вагнер и больше никто. Голос Пригожина звучит в унисон с Кадыровым, который тоже взялся хаять российское командование. И все это под аккомпанемент оркестра Вагнера, где бойцы в своих роликах быкуют на генштаб и обвиняют Герасимова в плохом снабжении и проблемах с боеприпасами. Однако в последнее время генштаб нанес ответный удар. И вот на первом этапе этой собачьей свалки казалось, что прилизанные и откормленные Министерство обороны и ФСБ, лоснящиеся от жирка, накопленного за десятки лет у кормушки, будут в клочья разорваны голодными и злыми, ободранными псами из ЧВК Вагнер и примкнувшими к ним кадыровскими овчарками. Летели в стороны клочья шерсти, удивительно напоминающие генеральские папахи, или как там называются эти головные уборы. А кровавленные командующие отползали под шконку, а вагнеровская свора вместе со своим вожаком шла дальше, ведомая псом по кличке Армагеддон, и становилась еще злее, еще нахальнее. Но в какой-то момент главный кремлевский собачник, наблюдавший за этой эпичной битвой, обдал всю кампанию из бронспойта. Довольно серьезно в пистил акцент. Армагеддон получил разряд и, подвывая, отправился в будку. И голос Ахматовича стал намного тише. Но, знаете, все это подробности, кто кому откусил хвост и отгрыз лап, у меня во всей этой катавасии интересует более глобальный вопрос – тенденции. Ибо эта борьба, по моему мнению, является частью крайне любопытного и крайне полезного для Украины процесса. Процесса клонирования российской власти. От слова «клан». Пригожин метит людей, рассылая им кувалды. Тем, кого считает полезным для своего клана, дарит, врагам угрожает. Нужные зэки, прошедшие горнила войны, часто в тыловых зонах, уже вполне присматривают себе место в законодательных органах, чувствуя поддержку ЧВК. Губернаторы, создавшие во время первой волны мобилизации некие национальные батальоны, продолжают эту практику. Шойгу расширяет возможности своего ЧВК «Редут». При этом, при всем, никуда не делись бородачи, снабжаемые отдельно от всей остальной армии, намного лучше ее. Потому что так решил Рамзан. Вот все эти процессы вокруг трона, о чем они? О чем они говорят и к чему могут привести? Обо всем этом мы поговорили с российским политологом Аббасом Галямовым. Оставайтесь, будет интересно. Нет, это просто отчаяние. Попытка найти какой-то выход из тупика, в котором они оказались. То есть ситуация, когда официальная армия явно оказалась не на высоте и не справляется со своими задачами, ну ее пытаются где-то вот целиком полностью ее, так сказать, не заменишь, конечно, но где-то вот на каких-то наиболее важных участках ее пытаются заменить или дополнить другими структурами, которые, может быть, есть надежда, будут функционировать чуть более эффективно. Ну, просто это не хорошая жизнь. То есть, в принципе, если бы официальная армия справлялась бы с задачами, не было бы никаких частных армий. Ну, то есть ЧВК было бы, там Вафик занималась своими делами, и все. Вот. Но в ситуации, когда вот, ну, либо проиграть, либо пытаться вот привлечь каких-то левых игроков в виде частных армий, ну, вот выбрана попытка вот исправить ситуацию с их помощью. Там, на самом деле, ну, уже до смешного доходит вот этот вот распад государственности, одной из причин которого и одновременно одним из индикаторов которого является появление частных армий, то есть, в принципе, война, но это дело государства, в общем-то, это не дело частников. И в России с ее, значит, традициями государственничества, и особенно ситуации с Путиным, который, там, столько лет выступал в роли государственника такого, знаете, восстанавливал государство после того развала, которому, разгрома, которому оно подверглось якобы в 90-е годы, вот он, значит, столько вот вроде бы всем этим занимался, и тут на тебе, вот, с самым государственным из всех государственных дел занимаются частные структуры. Так вот, этот тренд, значит, продолжается уже совсем в гротескной форме. На днях, как известно, я не знаю, обратили вы внимание или нет, Рогозин, значит, с пафосом заявил, что ему удалось отследить с помощью, там, значит, спутников вот расчет того подразделения, значит, ну, я уж не помню, из какой гаубицы там стреляли, ну, то есть, вот гаубица, которая обстреляла тот ресторан, где они там путили, вот, якобы, значит, эту гаубицу вычислили, теперь постоянно в режиме онлайн, там, отслеживают ее перемещение, с тем, чтобы, значит, отомстить за задницу Рогозина, извините, за выражение. Но, то есть, это же, в принципе, если вдуматься с точки зрения, ну, там, оптимального функционирования институтов, это просто в чистом виде бред вообще. Ну, ты ждешь бреда от Пригожина, не проблема, там, от Кадырова, может быть. Но Рогозин, он, в принципе, ну, поначалу-то он не был идиотом. Вот, и тот факт, что он тоже стал идиотом, конечно, указывает общее направление, значит, движения, то есть, такая деградация. То есть, о чем речь? О том, что, ну, армия, почему она должна, вот, там, то есть, какие-то, там, подразделения армейские, расчеты какие-то, я не знаю, какие-то, там, спутники, там, должны бросить те официальные задачи, которые они решают в рамках, вот, текущих боевых действий. Ну, нельзя же предположить, что они сидят и в носу ковыряются. Ну, каждый, там, чем-то занят. Война зайдет, в конце концов, да? Пардон, СВО идет. Вот. Ну, в любом случае, СВО идет интенсивно. Людей на фронте не хватает, их берут гражданских, везут их туда. Ну, значит, нет такого, что вот они сидели и беденители. Так, значит, получается, они откладывают свои дела, которыми должны заниматься, и начинают заниматься, значит, поисками, там, тех ребят, которые обидели Рогозина. Почему надо мстить, извините, за задницу Рогозина, а не, например, за убитых в Макеевке мобилизованных? То есть, это-то очевидно, но давайте, если мы переходим в режим, там, мстить за что-то, ну, давайте начнем, ну, не с задниц Рогозина, извините за выражение, но есть за что мстить-то, в конце концов. Только что, вот, там, несколько сот мобилизованных, которые пороха не нюхали, так сказать, вчерашние мирные жители, граждане России, приехали, их, там, цинично убили украинцы, значит. Ну, так давайте за них отомстим, да, извините. А что, почему Рогозин? Кто он? То есть, такое вообще, вот, знаете, и ему даже в голову не приходит бредовость того, что он сказал. То есть, он такой, белая кость, смерды должны прекратить заниматься своим трудом, своей работой и начать, значит, мстить за своего сеньора. Вот отомстят за своего сеньора, потом вернутся к своей работе черной. Да, прекрасно. Это еще одна цель, еще одна цель войны. Ты милитаризация, ты нацификация и отомстить за жопу Рогозина. Ну, вот. А почему, собственно говоря, нет? Да, мы, чтобы наши зрители просто понимали, да, что когда мы говорим о томстите, и когда мы говорим, там, про работу, да, и слава богу, что оно так все работает в России, меня это, честно говоря, очень сильно устраивает. Мы с вами поговорили, зачем это нужно на фронте. И это мы прекрасно понимаем. А зачем это нужно тем, кто это создает? Ну, то есть, вот это что? Это прообраз будущих частных армий, которые в нужное время выступят за своего суверена в борьбе? Ну, понятно. Понятно, зачем это Кадырову. Вся его власть держится на его частной армии. Значит, ну, понятно, зачем это Пригожину. В тактическом смысле, благодаря этому, вчерашний, в общем-то, ну, эту фигуру для политики достаточно маргинальная. То есть, да, он кормил Путина, его все знали, все его уважали, он со всеми мог пообщаться, любому мог позвонить, ну, все же знали, что это повар Путин. Но при этом на политические расклады он не влиял. Он мог там по бизнесу что-нибудь получить, себя отживать и, в общем, заработать лишнего. Но в смысле политического влияния, конечно, эту фигуру просто не существовало. Не было такого политика до начала войны. Начиная с лета, когда стало понятно, что официальная армия, ну, ни при каких официальных сетях, так они попробовали, и эдак, ну, полгода постыкались, ну, видно, что не справляются. Вот. И это началось восхождение звезды Пригожина. Он стал политической фигурой. На сегодня он, смело его можно назвать, открытием прошлого года. Вот, человек года в российской политике. За полгода он взлетел вверх. Он один из самых влиятельных политических фигур. Сегодня он подчиняется лично Путину. Больше он никому не подчиняется. Он позволяет себе то, что не то, что позволить не мог никто другой до последнего времени. Даже помечтать никто не смел об этом. Чтобы наехать на администрацию президента, публично ее там оскорбить, начать угрожать ей кувалдой, как на днях сделал Пригожин. Чтобы публично унизить Медведева, бывшего президента, на секундочку, и по-прежнему лидера правящей партии «Единой России». Чтобы, значит, он озвучил хотелку, дескать, хочу, чтобы был принят закон, запрещающий дискретацию на бывших уголовниках. И тут же председатель Госдумы помчался в припрыжку давать поручение, чтобы это, значит, с пометкой «срочно», лишь бы, так сказать, Пригожину понравится, лишь бы Пригожин на него не думал тоже наехать. Ну, то есть ситуация, понятно, что Пригожин в выигрыше, и понятно, зачем он вот это делает. Но тут я просто хочу оговориться, что в отличие от Кадырова, для которого ситуация, так сказать, сейчас стабильно развивается, она не ухудшается, не улучшается, не ухудшается, для Пригожина в стратегическом плане, но он создал себе колоссальную проблему. Теперь вот, ну, он точно, что называется, не жилец. Он, по крайней мере, в политическом, даже не только в политическом смысле, а в смысле там на свободе. Кто бы ни пришел, он за эти полгода нарастил себе такой антирейтинг, он стал таким раздражителем для практически 100% элит, и для подавляющего большинства населения страны, что самый легкий способ для любого политика заработать очки, хорошие очки, это сейчас посадить Пригожину. Поэтому кто бы там ни пришел на место Путина, а может быть и сам Путин в какой-то момент, когда сочтет, что все, он не нуждается в услугах Пригожина, значит, ну, его обязательно посадят. Просто вот непонятно, зачем кому-то, кто вот придет вслед за Путиным, там будет принимать решения, зачем ему разменивать свою популярность на то, чтобы вот держать рядом, возле себя Пригожину. И поэтому Пригожин, он в тактическом плане выиграл, он стал политически значимой фигурой, но с точки зрения своего собственного будущего, оно теперь, конечно, у него очень-очень мрачное. Путина всегда ценили за, так сказать, стабильность. А тут какая стабильность? Когда уголовник, по сути, управляет государством, когда он по фене ботает, вот эти разговоры по фене, это, по сути, официальный политический язык. Пригожин не один, кто привносит это ощущение. Общая такая истеричность российской пропаганды, там Медведев, конечно же, все это вместе создает ощущение, что вот путинский мир, тот, который так долго ценили, за его стабильность, вот, он пошел в стартарарей. То есть сейчас беречь, по сути, нечего. Вот раньше берегли этот мир от оппозиционеров, которые пытались его развалить. От Навального, от Яшина, да теперь сам Пригожин разваливает этот мир, разваливает иерархию. Круче, чем любой Навальный, любой Яшин. В этом, вот, в сравнении с Пригожиным, Навальный, уже такие, знаете, образцы стабильности, уже респектабельные, серьезные политики. То есть когда-то, по сравнению с Путиным, они воспринимались как маргиналы какие-то. То есть теперь они, по сравнению с Пригожиным, респектабельные и солидные политики. И, конечно, это все очень сильно уничтожает базу путинского режима. И в глазах элит, повторюсь, и в глазах широких народных масс. И в этой ситуации, значит, ну, Пригожин, он, вот, повторюсь, для Путина уже становится вот в стратегическом плане, ну, очень таким... Пахнет мукер, ну, то есть об этом мукер верный и вроде бы честно служит. А с другой стороны, ну, от него, вот, в стратегическом плане проблем гораздо больше, чем радости. Поэтому Путин в какой-то момент, так сказать, Пригожина подопустил в военном смысле слова. Но, конечно, поскольку сама по себе армия пока воевать так и не научилась, ну, все равно Пригожин нужен, поэтому от него не избавляются, поэтому он там более работает и на рейсе себя реабилитировать. Вот поэтому он так кричал громко, значит, это мы взяли Бахмут. Солидар, Солидар, ну, сначала они начали кричать про Бахмут, потом переключились на Солидар, по скромнению, значит, начали. Значит, ну, в любом случае, это, конечно, выглядит очень несолидно, ну, прям по-детски, да. Когда создавался Ахмат, полк Чай Ахмат, когда создавался Вагнер, это было еще, ну, в принципе, понятно, да, там, клан создает себе силовой блок, накачивает его деньгами и оружием. Но, когда Шойгу создает себе свое ЧВК, я, честно говоря, у меня возникает только одна мысль о том, что он создает себе свой отдельный спецотряд какой-то, да, который будет подчиняться только исключительно ему для выполнения целей борьбы с тем же Вагнером и с тем же Кадыровым. Ну, очевидно, что когда появляются новые ЧВК, то это явно свидетельствует о том, что Путин продолжает свою игру в сдержке и противовесы. То есть, если он считает, что Пригожин воюет эффективно, то, ну, бери все ресурсы, какие у тебя есть, и вкачивай Вагнер. Зачем тебе создавать новые ЧВК? Нет, тем не менее, создается новая ЧВК. И, конечно, это говорит о том, что на всякий случай, по каким-то причинам, может, не знаю, доверяет он, ой, не доверяет ли он Пригожину, боится ли его, или еще по каким-то причинам. Но, тем не менее, да, он не спияется в одну каждую неделю не складывается. Окей, а вот создание ЧВК редут, насколько я понимаю, так называется ЧВК Шойгу, это, по-вашему, одобрено, подписано Путиным? Или же это творчество самого Шойгу? Не-не, это, ну, без санкций Путина такие вещи не делаются, конечно. Хорошо, а создание ЧВК, вот я, хоть убейте меня, не помню где, но я помню, что в каком-то регионе, причем, ну, в каком-то таком регионе, было тоже создано, губернатор тоже создал свои какие-то отряды, которые они там собирали, вооружали, и которые до фронта так и не доехали. Не знаю, я не слышал это новое. Вы слышали о таком? Нет, поэтому я не могу. Окей, хорошо. Может, это совсем свежее что-то, но он... Нет, 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 это как раз вот волны первой мобилизации, самое начало, когда все кричали, когда Кадыров говорил, что мы отправили уже много тысяч воинов, мы уже типа план по мобилизации, и кто-то из губернаторов тоже создал, начал создавать свои батальоны, их там типа одевать лучше, чем другие их... Нет, смотрите, в рамках обычных повседневных вооруженных, ну, то есть наших обычных вооруженных сил российских, губернаторы действительно участвуют совместно с военкомами, они там формируют на своей территории так называемые национальные подразделения, но это не ЧВК, это, условно говоря, в Башкирии, там национальный башкирский батальон, в Мариел, там Мариельский, Мордовии, Мордовский, там, вот, если называют каким-то там своим именем, им отдельная заплата от губернатора, им отдельная экипировка, там, за счет губернатора, это все есть, но юридически эти ребята не являются ЧВКшниками, они обычными военнослужащими являются, с формальными теми же самыми правами, что и другие военнослужащие. Я просто, честно говоря, ни разу не слышал о том, чтобы эти имена этих батальонов потом каким-то образом раньше, дальше всплывали в сводках. Они как-то, вот, они формировались тогда, они вооружались, а потом они как-то... Но вы можете, смотрите, вы можете последить за российскими региональными СМИ, там регулярно об этом пишутся, значит, если там сформировался в Татарстане какой-то батальон, то местные журналисты время от времени там ездят туда, дают репортажи, как воюют наши ребята, значит, иногда с ними там встречается губернатор сам или какие-то другие чиновники, вице-губернаторы и так далее. Ну, то есть они демонстрируют, что мы по-прежнему их опекаем, о них заботимся, вот, наши на войне. То есть это один из способов, с помощью которого Кремль пытается сформировать у людей ощущение, что это наша война, потому что, ну, на самом деле, одна из ключевых политических проблем, которые в стратегическом плане обязательно принесут серьезнейшие проблемы, серьезные беды режиму, это то, что война не является народной абсолютно, в отличие от Украины, это война их начальства, так сказать, там, с ними, с украинцами. И как только, поэтому, как только, значит, встал вопрос у мобилизации о том, что теперь, дорогие сограждане, идите с нами по воюте, запрос на мирный переговор взлетел практически в три раза, запрос на войну упал практически в три раза, и соотношение было вот в момент мобилизации, условно говоря, 35 за продолжение войны и 50 за, значит, за немедленные мирные переговоры. То есть общество отреагировало совершенно однозначно, негативно. И поэтому вот, чтобы сделать, ну, какие-то крючки появились, которые, так сказать, делают эту войну чуть более близкой к простым людям, как раз стали использовать эту форму этих батальонов национальных, да, то есть большие жители там Башкирии читают там в своих газетах, смотрят по своему местному телевидению, как наши парни из соседних деревень, условно говоря, из моей деревни или из моего города, там, соседние улицы. Вот они на войне. Ну, появляется какая-то, понимаете, вот как бы ближе к дому что-то становится, роднее, что называется. Да, поэтому вот одна из этих целей в этом заключалась, и поэтому региональные СМИ за этим следят. Ну, конечно, в общефедеральной повестке этого нет, потому что, ну, вообще хвастаться нечем, то есть не эти ребята из национальных батальонов, не армия в целом никаких успехов не демонстрируют, поэтому, ну, вот они в поле так, в общем, не сильно присутствуют. Может ли Запад сделать что-то, Запад коллективный, для того, чтобы этот процесс, процесс клонирования России, ускорился или там стартовал, или каким-то образом катализировать этот процесс? Ну, во-первых, нужно, чтобы Запад захотел это сделать, а он совершенно не факт, что этого хочет. Значит, и во-вторых, ну, я объясню, почему. Потому что, ну, например, я, я тоже считаю, что распад России это очень опасный процесс, делать даже вовсе не в, там, ядерном оружии, а в том, что, вот понимаете, сейчас происходит умирание вот этого политического лагеря. То есть он, очевидно, ну, зашел в тупик, он не в состоянии справиться с теми проблемами, которые сам породил. Это деморализует сторонников вот этой патриотической, там, путинской идеи. И, ну, и, в принципе, вот они уже выпадают из политики, да, они демобилизуются. И это то, что дает шанс оппозиции. Собственно, революции, они всегда так делаются. Это не то, что ты лоялистов перековал в одночасье. Нет. Ты перетянул на свою сторону колеблющихся, но даже не ты перетянул, скорее они сами к тебе пришли, к оппозиционеру, глядя на то, как режим совсем неадекватно себя ведет. А он в борьбе с революционерами, ну, начинает себя в какой-то момент вести все более неадекватно. Ну, как Пригожин сейчас, да? Отпугивает тем самым колеблющихся. Колеблющиеся идут в сторону оппозиции. Ощущение, что оппозиция крепит, протестное настроение пронизывает общество, усиливается. И вот это ощущение, плюс ощущение, что власть, ну, исчерпала себя и не в состоянии управлять повесткой, которую сама запустила, ведет к тому, что сторонники власти разочаровываются и просто, там, перестают, условно говоря, ходить на выборы, участвуют в политических мероприятиях, даже в социальных сетях перестают писать. Ну, просто вот, ну, перестают интересоваться политикой, вот, в основной массе, да? И именно вот так побеждают революции, так происходит демократизация. За счет демобилизации лагеря противника демократии. И сейчас этот процесс идет. И если что-то и способно этих людей мобилизовать, так это вот крик, Россия сейчас в недруге Россию развалит, родина в опасности. И вот тогда, понимаете, они снова могут, появятся условные новые Путины, новые Пригожины, которые будут спасать Россию. И это создаст угрозу для реформаторов, либералов, демократизаторов, сторонников демократии. Теоретически, если мы представим себе, что вместо одной большой, значит, и чокнутой России, каковой она на сегодня является, значит, будет там два десятка маленьких государств, ну, наверное, это действительно, эти 20 государств будут представлять для себя, из себя гораздо меньшую угрозу миру, стабильности мировой, да, и соседи, так сказать, вздохнут облегченно. Вот если на конечном этапе, так сказать, это вот случилось взять, посмотреть, да, возможно, это, значит, ну, там есть в этом какие-то плюсы. Но, значит, вот если ты смотришь на процесс, не на конечный итог, да, а на процесс в динамике, как это все будет проходить, ты понимаешь, что слишком много рисков, на пути туда, понимаете? Да, понимаю. Вот новый, это появится, вот этот Путин себя дискредитировал, и если не будет, не возникнет угроза распада страны, а просто в повестку встанут демократические реформы, то новый Путин не появится. Либо появится, конечно, появится, но не наберет сил, не сможет, не будет у него аргументов, с помощью которых он будет апеллировать к массам, и не поднимет народ, так сказать, не элит, и не народ. А вот в ситуации, если в повестку встанет угроза распада России, вот тогда народ действительно опять там выйдет, сплотится, будет массово голосовать за вот этих условных патриотов, они, значит, будут проходить в парламент, ведь новые демократические власти не смогут фальсифицировать выборы, иначе они перестанут быть демократичными. Если ты демократичен, то ты пропускаешь в парламент всех, за кого голосует народ. А народ напуганной перспективы развала страны голосует за новых Путиных, и вот они у тебя уже сидят в парламенте, вот у них фракция, значит, сначала маленькая, на следующих уровнях большая, и все, и ты уже ни бюджет через парламент не протащишь, ни законы нужны тебе не примешь. И все, реформы заблокированы, ну, примерно как это было в 90-е годы, когда коммунисты контролировали Государственную Думу. Вот, и понимаете, и вот здесь все основные виски для российской демократизации возникают. Поэтому я лично считаю, что Россию не надо разваривать, ее надо демократизировать целиком. Я прекрасно понимаю, о чем говорит Аббас. Повторяю, что страх перед развалом Российской Федерации, страх разделения на территории, контролируемые местными кланами, может привести к объединению россиян и приходу к власти в России кого-то еще более невменяемого, чем Путин. Кажется, что более невменяемых быть не может, но это же Россия. Но есть опыт двух падений империи. Сначала российская, потом советская, после которых Россия всегда имела шанс стать демократическим государством, но оба раза не воспользовалась. Плюс есть понимание того, что даже самая демократическая власть столкнется с волной иррациональной злобы после победы Украины, столкнется с реваншизмом, который захлестнет нищую после выплаты репараций Россию. Вот просто в истории уже была империя, в которой было громкое поражение в тотальной войне. А тотальная война – это когда в ней принимает участие весь народ. И поражение болит всему народу, а не только верхушке. Империя, которая была демилитаризована и унижена. И где на вполне демократических выборах к власти пришел демон снова, вопреки желанию всей Европы и всего мира, развязавшей кровавую войну. Имя этой империи – Германия. Вот во что я верю больше? В то, что вот сейчас-то Россия из империалистической клоаки, вечно жаждущей реванша, и превратится в спокойное и миролюбивое государство. Или в то, что безопаснее для всего мира и для Украины будет целая россыпь небольших государств на ее месте. Государств, занятых своими проблемами, своим развитием. Стран, которые реально могут выбрать путь демократии и не скатиться в тоталитаризм. А если и скатятся, то в силу своего размера они не смогут угрожать ни миру, ни Украине. Ответ, по-моему, очевиден. Если на этом пути риски – огромный, но риск очередного возрождения очередной Российской империи, риск новой войны, новых смертей невинных граждан соседних государств, как по мне, намного выше. Поэтому пусть ширятся и становятся сильнее кланы в российской власти, пусть борьба между ними становится все более бескомпромиссной и жесткой. Мы с удовольствием понаблюдаем за ней через прицел Абрамса, стоящего на границе Украины Абрамса 1991 года. До встречи, друзья! Ведь нам есть о чем поговорить.